Я все время читаю про Путина с маленькой буквы, бункерного деда и так далее. И удивляюсь вообще вот этой киевской риторике, которая появилась. Это риторика абсолютного морального бесстрашия. Вы просто не люди. Вы существа, с которыми никто никогда в этом мире, если бы понимал, о чем вы пишете, не стал бы разговаривать. И здесь в России такой риторики нет. Здесь мы пишем Украину с большой буквы, украинцы наши братья, у нас есть какой-то там ваш мелкий режим. И, честно говоря, меня уже просто достала вот эта риторика толерантности по отношению к вам. И я больше не понимаю, как разграничить врага и гражданина Украины, украинца. И может ли теперь простой украинец, который вот ставит эти лайки, пишет эти комменты, когда-нибудь быть моим другом? Я думаю, нет. Аким Апачев у нас сегодня в студии. Аким, привет. Мы с тобой даже в прошлый раз, когда виделись, это было на записи этого концерта, который разошелся прекрасно. Как раз говорили там про то, что важнее, там, собаки или дети. Каких детей кто имел в виду, каких собак кто имел в виду. Вот насколько ты считаешь, украинец не враг русскому сейчас? Ну, вы говорите, что люди... Да и на ты все-таки, можно и на ты. Ты говоришь, что в это время, когда мы боремся с Украиной. В это время, в это время я оказался гораздо раньше многих. В это время я нахожусь с 2014 года. Мы ведем войну с Украиной или с украинцами? Мы ведем войну с идеей. Мы не воюем с Украиной. Мы не воюем с украинским народом. А украинцы... Все, я понял. А украинский народ воюет с нами? Носители идей, да. Всех носителей вот этой новой украинской нации мы должны уничтожить. Бить, если проще. Таких людей сейчас на Украине большинство? Носители, конечно, да. Но это большинство возникло не потому, что они хорошо работали, а потому, что мы ничего не делали на внутреннем контуре идеологическом. То есть, видишь, как ты говоришь, мы должны носителей идей убить, их большинство, но в том, что они носители этой идеи, виноваты мы с ними. Не большинство. Я не соглашусь с тем, что большинство. Там такие же пассионари, следует гумилевской теории. Их там процентов 10, вот их надо и убить. А остальные станут снова русскими. Это так работает. То есть, от испуга? Нет. А от чего? В первую очередь, от того, что люди склонны, большинство населения склонны к тому, чтобы просто ретранслировать мейстримовую повестку. Ну, у нас примерно то же самое. Означает ли это, что война для тебя более комфортное существование, чем мир? Я вообще думаю, что комфортного существования под названием мир не существует. И никогда не существовало. Мы придумали себе иллюзию какую-то, построили здесь себе безопасность и играем в гуманизм. Просто придумали себе красивые названия, красивые смыслы про то, как мы живем в мире прекрасном. Ты не живешь в прекрасном мире? Ну, я теперь понимаю, что никогда и не жил. Война – естественный процесс. Война нужна. Война важна. Война не есть сама цель, но война как средство, как путь к развитию. Любая цивилизация должна периодически проходить через войну для того, чтобы выжить. Ты понимаешь, что с точки зрения нынешней либеральной повестки и людей, которые называют себя гуманистами, все, что ты говоришь, выглядит как такая подстава. То есть, ты говоришь, война нужна, война важна, хорошо воевать. Они такие, ну вот, посмотрите, вот она, русня-то. Руснявый, упырь. Хочет убивать украинцев и говорит, что это важно. Я же не только был в Украине. Ну, ты и в Сирии был. В Сирии, в Курдистане. Мы работали с курдами. Для меня происходящее просто естественный ход вещей. Я не идеализирую войну. Я понимаю, что война – это грязно, это отрубанные конечности. То есть, это сироты, дети, это грязь, смрад. Но при этом только так мы можем существовать. Другого, увы, нет. Существовать или выживать? Существовать, наверное. Мы должны воевать не из чувства ненависти. И я в 2014 году, я пережил эти все состояния. Я сначала ненавидел их искренне. Потом начал пытаться их понять. И вот сейчас у меня сформировалась внятная позиция. Я их ненавижу. Они тоже носители идеи. Мы должны их убить не из чувства ненависти. Мы должны их убить из чувства любви к своим детям. Потому что это обеспечит наше выживание. Все просто. Почему ты считаешь, что если Россия убьет, например, 2 миллиона носителей идеи, Украина вдруг замирится? Ну, у нее не будет выбора для начала. А тебе хотелось, чтобы тебя сейчас посмотрели на Украине? Конечно. Что бы ты сказал в этом сейчас? Сдавайтесь. А зачем ему сдаваться? Ну, потому что мы так или иначе за ним придем. Вот ты в этом уверен? Я, да. Я готов стоять. Нет. Я готов стоять – это не ответ. Я готов стоять, они готовы тебя убить. Они и меня готовы убить. Но это не значит, что у тебя из этого текста выходит какая-то уверенность в том, что мы победим. Да, я не для победы это все делаю. Я участвую ради процесса. Нет, подожди, чувак. Слушай, братан, нет, так-так-так-так-то не работает. Рано или поздно. Так это не работает. Рано или поздно нам с кем-то из них придется разговаривать. С теми, кто выживут. Вот рано или поздно, 5 лет, 10 лет на это уйдет. Я не знаю, сколько уйдет на это времени. Рано или поздно нам с ними придется говорить. И вот с ним, вот с тем человеком, через 5 лет я готов поговорить. Сейчас у меня нечего ему сказать. Ну, кроме как желания. Метунь в него копье, у меня нет ничего. Но рано или поздно придется с ним разговаривать. Я не знаю, какой он придет к тому времени. Я не знаю, какой я сам буду там. В том времени. И вообще, дойду ли я туда. Но разговор должен состояться. Потому что мы сейчас видим, знаешь, я когда в Мариуполе увидел выбегающего из-за угла человека вот с такой шевелюра, вот с такой бородой, кричащего «Аллах Акбар» и выпускающий две морковки, я подобное видел в Сирийской Арабской Республике. Но только они были не за нас. А когда-то мы с ними воевали. То есть время, знаешь, туда тоже нужно смотреть. И там мы приходим к какому-то пониманию друг друга. Конечно же, сейчас мы должны его убить. А с теми, кто выживет, придется разговаривать. Но я тебя спросил о другом. Уверен ли ты, что убьешь их ты, а не они убьют тебя? Нет, не уверен. Ты думаешь о смерти? Каждый день. Я молюсь. И в том числе благодарен Владлену Татарскому. Потому что он для меня открыл новый смысл в Слове Божьем. Настоящее осмысление христианства такого ветхозаветного я давно не видел. Христианство ветхозаветное? Да. А как может быть христианство ветхозаветное? Ну, потому что мы же должны их всех убить. А это как бы противоречит главным догмам православной церкви. Тем не менее, мы должны найти в этом всем смысловое решение. Вот ты сейчас сказал, надо убить 2 миллиона украинцев. Нет, я этого не говорил. Вот ты сказал, надо убить 10% украинцев. Надо убить всех носителей украинской идеи. И ты сказал, что это 10%. А это я еще уменьшил население Украины в два раза. Я думаю, там сейчас нет такого населения. Ну, вот я поэтому и говорю. Я думаю, не так много. Нам еще тысяч 50, наверное, их убить и все. Ну, ладно, уже убили столько. Ну, и вот еще столько же. Это же третья армия, которая собирает Украину. Четвертая они, наверное, уже не соберут. Ты думаешь? Ну, да, это же ресурс. Просто голову, которая... Ну, вот сегодня мы читали все, вот сегодня 10 мая, читали о... Я не знаю, насколько это правда. Поэтому не готов комментировать об украинском прорыве в Бахмуте. Ну, это удар в фланг, получается. Я не уверен, что там прорыв, но то, что плацдарм они там себе создали, очевидно, да. Ну, то есть, соответственно, армия-то не то, чтобы самая... Что уже там третья мобилизация, и все некому воевать. Ну, вот сейчас украинцы там обсуждают всех на всех. Ты согласен был бы обменять всех на всех? Всех на всех нет. Ну, там же они периодически случайно умирают. Это спасет жизнь и нашим солдатам? Нет, всех на всех точно нет. Переговорчики должны быть грамотные, наверное. Я не понимаю, зачем нам Медведчук, зачем мы его выменяли себе. Один из людей, которых просрал, простите, весь этот поход на Киев. Имитация бурной деятельности. Все это время рассказывали нам о том, как нас будут встречать партизаны, о том, как они будут помогать нам. А в итоге все эти партизаны, на которые 8 лет выделялись средства, повернули, направили стволы в нашу сторону. Потому что все давно были пересчитаны, все давно по головам были СБУшниками перевербованы. Нас никто там не встречал. Я не понимаю, зачем мы его меняем. Но это, наверное, что-то личное. Мы же почему-то Януковича приютили. И вообще. Я спокоен насчет Мелитополя. Мы за год сделали просто колоссальные, эти дети уже русские. Если у нас будет 8 лет, мы из-за Львова сделаем русский город. Ну вот я не верю. Я рад, что я принимал участие в этом процессе. Мы из украинских детей, которые еще год назад кричали «Слава Украине!» сделали русский. И вот они сейчас... То есть не надо жечь украинских детей? Нет, кого-то, безусловно, может быть и надо. Антон, наверное, не детей. Вот что вы делаете там, для того, чтобы русские становились русскими? И не боялись быть русскими? Вот подходит какая-то бабушка, вы же нас не бросите. Говорю, нет, бабушка, мы их всех убьем. Все, просто одного этого достаточно. Ты здесь, сейчас с ними. Ко мне несколько раз подходили. Знаешь, и в Горловке, и где-то там в Макеевке. Даже где-то я про Донецкую область сейчас говорю. Это не про Запорожскую какую-нибудь. Я уж про Херсон вообще молчу. А где люди бы говорили, господи, уходите отсюда. Вот сегодня вы пришли, завтра они снова придут. Я думаю, должны быть сделать выводы. Если мы хотим штурмовать города, мы должны понимать, как мы это делаем и как мы фильтруем полумиллионы городов. А как ты относишься к Пригожину? Ну, лицо огня. Он лицо огня или он сам огонь? Огонь, конечно же. Огонь должен обжигать. Он может озвучить то, что все думают, но... Но суд скажет. Да, он может это делать. Пригожин сегодня один из немногих, кто может вслух озвучивать проблемы. И он их не придумывает. Они... Так дела обстоят. Это не придуманное? Нет. Это не иллюзия все? То есть это не иллюзорный конфликт? Нет, конечно же нет. Конечно же нет. Там просто наболело уже, знаешь, когда крышечка от чайничка уже просто сорвала ее. Я думаю, он долго пытался, долго пытался общаться очень дипломатично, но... А как ты считаешь, человек на войне, и понимая, что все, что он говорит, слышит враг, должен так себя вести, может так себя вести? Я не хочу давать анализ этому оценку. Я помню, что... Ты бы себя так вел? Я не знаю, как бы я себя вел, окажись я в его ситуации. Он печется о парнях. То есть в этом всем я вижу просто желание сэкономить количество нормальных русских мужиков, которые могут пригодиться в другом месте в другое время. Почему мы отсутствие БК должны оплачивать нашими жизнями? Вот об этом он говорит. Один из немногих, кто может это сказать и кого услышит. Как ты видишь себе, ну по крайней мере свой вот этот, да, в котором ты работаешь, назовем его так, музыкальным все-таки, да, в широком смысле, музыкальный пласт, культура, после войны? Ну, я думаю, после войны вообще это что? Мир? А что, ядерная зима? Ну нет, после войны, если мы... Ну в моей парадигме после войны нет. Ну просто нет. То есть война всегда? Ну война, мать и отец всего. А что делать тем, кто не соучаствует? Кто считает, что все это захватническая война? В моем круге нет таких. Ну нет таких в твоем кругу, но ты же знаешь, что такие люди есть, таких людей. Ну знаю, но у меня... В артистической среде абсолютное большинство. Ну, для начала, они должны понять, что ретранслировать правоукраинскую позицию они здесь уже не будут. Не будут точно. В чем тогда философия Кима Апачева? Для меня понятно, что мы, конечно же, победим. Сколько на это нам понадобится времени? Киев будет нашим, мы его возьмем. Лавра снова станет нашей, наверняка. Сколько для этого времени понадобится, я не знаю. Но я научился ждать, понимая, что... Ты точно в этом уверен? Да. Да. Друзья, это были Антоним и был Аким Апачев. У нас сегодня в прямом эфире 10 мая. Продолжение следует... Продолжение следует...